Доброй ночи, меня зовут Митч. Я хочу рассказать вам одну историю, которая со мной произошла. Я не знаю, было ли это чем-то паранормальным, или я просто буду выглядеть глупо, говоря об этом как о сверхъестественном. Но так или иначе, это событие заставило меня поверить в мистические вещи. Прошла неделя после того, как я переехал до моего брата Эдвина. Эдвину понравилась эта идея с переездом, ведь мы не виделись почти 10 лет. Собственно, как и он, я беспокоился по поводу нашей встречи после стольких лет. Самое интересное, на протяжении всей первой недели ночью я слышал какие-то странные шорохи вдоль. Сначала я думал, что это Енофь, поэтому не придавал этому большого значения и просто засыпал. До одного момента. Как-то раз я проснулся утром, пошел на кухню. Там был Эдвин. Когда он на меня посмотрел, то выронил из рук свою чашку с кофе. Он дал мне зеркальце. Я посмотрел на себя и был шокирован. У меня была огромная рана на левой щеке. После того, как я был доставлен в больницу, мой доктор сказал мне, что я, по-видимому, спал, когда образовалась эта рана. Но кое-что не сходилось. Он закатал мою рубашку, и я увидел то, что заставило мою кровь застыть в жилах. И я увидел швы около моих пучек. Вы каким-то образом потеряли левую почку прошлой ночью. Однако мы не знаем пока как. Извините, Митч. Следующий вечер оказался для меня еще более роковым. Около полуночи я проснулся, чтобы увидеть поистине ужасающее зрелище. Я увидел существо в черном капюшоне и темно-синей маске. Оно смотрело на меня сверху вниз. Что больше всего меня удивило, так это то, что у него абсолютно не было глаз. Просто черные пустые дырки, а из них стекала какая-то черная субстанция. Но я не растерялся. Я быстро схватил камеру со столика и сфотографировал его. После этого существо набросилось на меня и попыталось разорвать своими когтями мою грудь, чтобы добраться до легких. Я сбросил его себе, пиная в лицо. Я выбежал из дома. В конце концов, я оказался в лесу. Рядом с домом Эдвина. Испоткнулся о камень. Я потерял сознание и очнулся в больнице. Мой врач вошел в комнату. У меня есть новости. Хорошие и плохие мечи. Хорошей новостью является то, что вы имеете незначительные травмы. И ваши родители собираются забрать вас. Я вздохнул с облегчением. Плохая новость в том, что ваш брат был убит каким-то... Кем-то... Соболезный вам меч. Мои родители взяли меня обратно в дом Эдвина, чтобы собрать все мои оставшиеся вещи. Войдя в свою комнату, я был напуган. Но пытался сдержать свои чувства. Я увидел Эдвина мертвым. А рядом с его телом лежала какая-то маленькая вещь. Я забрал эту вещь и вернулся в машину моих родителей. Я не стал им говорить про труп. Сам уже не помню почему. Я начал рассматривать вещь, и меня чуть не вырвало. Я держал в руках свою собственную потерянную левую почку. Она была обгрызена и стекала черной субстанцией. Черной субстанцией. Черной субстанцией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова